Годы В 16 веке по указу Ивана Грозного для защиты рубежей московского княжества при слиянии рек Дон и Вязовка была построена крепость Донков. Закипела битва, заварилось дело, Душу для болитвы, для сечи тела, Человечьим стоном загремит кольчуга, Дебулатным звоном рвет с коня под пругу. История предков Донковчан — это непрерывная борьба с крымскими Нагайскими татарами. Не менее восьми крупных набегов пережил Донков. Не раз горели его стены, но войти в крепость враг так и не смог. И пошла косить косой, косая вправо-влево, головы бросая, плакая, коль стрела под сердце хуже, на аркане наверца вдаль тащится, с потом пыль мешая, в ту страну, где всюду речь чужая. Немало защитников рубежей на Верхнем Дону сложило свои головы. Но еще больше осталось лежать врагов в бескрайнем диком поле, пришедшие с мечом от меча и погибали. Сколько было вас здесь, степных воров! С миром редко кто, чаще шли с мечом. Разве жизнь твоя не мила тебе? Поверни назад, там твой дом. В силе, в славе шли по чужой земле. Стал могилою безымянный холм. Разве жизнь твоя не мила тебе? Поверни назад, там твой дом. Закрывали собою границы и погибших друзей хоронили. Ты вчитайся в тех дней страницы, чтоб запомнить, какими мы были. Отстояли в сражениях волю, но не ради красивых слов. Нам бы плыл не набат над полем, а звон церковных колоколов. Нам бы шел караван торговый не для ратных, а мирных дел. Чтобы у старых, у стен Донкова, не бои, а базар кипел. Постепенно оборонное значение города падает. Донков становится центром торговли и ремесничества. Сегодня город – центр Донковского района. Славят благодатные земли и гостеприимных жителей сотни ярких личностей и современные предприятия. Один из крупнейших в мире – тепличный комбинат пятого поколения «Липецк-Агро». Крупнейшее в Европе предприятие по производству доломита. Инновационное производство особой экономической зоны Донков. Славят достижения земляков работники культуры в своих песнях, музыке и стихах, своими талантами и туристическими маршрутами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова